Я хочу рассказать один эпизод жизни для Дерахмина и Солома. Я думаю, что это будет очень важно. Обычно, когда мне дают слово, я стараюсь, если я знаю этого человека, сказать эпизод важности его жизни. И чтобы это нам было всем учителем. В 80-е годы я учился в Ташкенте, и у нас был экзамен. И подошла в заведующее отделение, выбрала двух-трех бухарских евреев и армян и сказала, с такими волосами я вас на экзамен не пущу. Я никого не знаю, ничего не знаю. Но обычно мы шли делать покупки в Челанзарский торговый центр. Я знаю, что там была парикмахерская. Я хожу в эту парикмахерскую, случайная женщина сажает, и вдруг кто-то кричит, Фазылов! Я думаю, кто-то меня знает, Фазылов! И подходит Дед Рахмейн. Ты меня знаешь? Я говорю, да, у тебя Дед Рахмейн. Ты что здесь делаешь? Я говорю, я учусь. Я сам тебя постригу. После того, как мы постригули, посидели, он сказал, что я тебя хочу к себе торговать, собрать и познакомить с моей семьей. Мы одна семья. Я с твоей мамой вырос в одном дворе, и они были как родные. И каждый раз, когда я его видел, он на этом настаивал. Я его хорошо не сдал, он мне тоже хорошо не сдал, он был очень молодой. Но вот это чувство, что мы одни родственники, его никогда не покидало, даже если он меня никогда толком хорошо не знал. Это говорит о том, что какая у него была душа, что родственники есть родственники. Когда мы приехали в Америку, если мы где-то были на поминках и на свадьбах, мы молодой стояли. Он обязательно к нам подходил. Душа была молодая. Всегда с нами мог с нами подшутить. И если мы в ответ с ним шутили, он никогда не обижался, он улыбался. Это говорит о том, что любовь к своим родственникам, знакомым у него была анкандична. Он не говорил, что я взрослый, они молодые, что я на их уровне буду с ним шутить. Сегодня короткий день. Я хочу просто коротко сказать, что Дзердархмин долго болел. По моим понятиям, своей болезнью он сделал китуша-шем. Почему? Потому что никому не секрет, что большая страна Америка, люди в разных местах живут. Через свою болезнь он показал людям, как надо воспитать своих детей. Я всегда, когда видел Алика на мероприятиях, он говорил, о, как я иду на работу, потом в обицу, потом домой, потом на работу. И ни минуту не отказался от того, чтобы спасти своего отца. Вот сейчас Рабай говорил, и вот Миша мне там говорил, что у них недавно тут были похуй, но были три женщины, один мужчина. А иногда, говорят, только приходит один лойер и больше никого. Просто приносит завещание, и на похоронах никого нет, кроме лойера. Сегодня мы видим, несмотря на короткий день, в 9.20 человек ушел из этой жизни, сколько людей сюда пришло. Потому что он заслужил это.